Друзья, вы там подключаетесь потихоньку? Очень хочется увидеть. Давайте еще минуточку дадим техническую, потому что вижу разницу с залом ожидания довольно большую. Так, пока длится минуточка нашего приветственного ожидания. Пока она тянется. Друзья, кто уже подключился, можете нам в чатике сказать, хорошо ли вам слышно нас. Чатик. Чатик – это на верхней панельке у вас есть такой значок в виде двух диалоговых окошек. Вы можете на него нажать, увидеть чат и написать, что нас слышно и видно. О, я его тоже нашла. Ну, теперь тогда... Нет, если подвинуть мышку, то оно опускается с экрана. Возможно, у кого-то еще... О, пропал. Он какой-то самопроизводящийся. Ну, в общем, понятно, что спикеры начали видеть панель инструментов. Спасибо, Людмила и Екатерина, что вы нас видите и слышите. Это прекрасно. Давайте я потихонечку начну, потому что у меня сегодня мало для вас слов. Меня зовут Юлия Осаян. Я заместитель директора Центра маркетинга Школы коммуникаций. И, в общем-то, цель нашей встречи сегодня одна – чуть поближе познакомиться с индустрией коммуникаций, узнать, насколько она широка, как она справляется с... Не совсем очевидной для тех, кто с коммуникациями недавно работает, задачи управления бизнесом. Это очень важно. И затем перейдем к еще более интересной теме, что может быть интереснее, чем стратегические коммуникации, к высшему образованию в этой сфере, в частности, к нашей магистрской программе. И первым, кто сегодня познакомит нас с этим чудесным миром коммуникаций, будет Анастасия Нидзей, продюсер по развитию бизнеса, бренд-директор компании «Сплат Глобал» и наставник нашей онлайн-магистратуры. Анастасия, здравствуйте. Всем добрый день. Добрый день, Юлия. Добрый день, Елена. Здравствуйте. Всем тем, кто нас смотрит и слушает, тоже всем добрый день. Ну что ж, давайте начнем. У меня для вас, на самом деле, три сообщения. Меня, правда, зовут Настя. Я, правда, отвечаю за развитие одного из брендов компании. В данном случае мы говорим про компанию «Сплат». Ну и я действительно являюсь наставником на онлайн-программе, на онлайн-программе магистратуры. Ну, а на самом деле я бы хотела, чтобы о вас мы тоже чуть-чуть узнали, кто может голосом, да, кому комфортно в чате, написать, пожалуйста, кто с нами здесь сегодня. Можно прям коротко, имя мы уже видим. А вот интересно, кто вы или откуда вы, да? Кто-то хочет голосом, поднимайте ручку. Да, простите, не рассказала, а должна была. Если вы хотите выйти в эфир, мы вас обязательно включим. Для этого нужно нажать на «поднять руку». На нижней панели есть такая ладошка. Заодно можно поставить огонечек нашим спикерам, если вы хотите их поддержать. Ну и, в принципе, будем надеяться, что в чате вы будете оставлять обратную связь. Да, будет здорово, если вы в чате напишите хотя бы два слова. Не знаю, я маркетолог, я экономист, я юрист. Ну вот что-то из этого, да? Кто вы? Я заканчиваю бакалавриат. Я из Москвы, я из Санкт-Петербурга. География тоже интересна. Круто. Второй курс в Стоковедине. Учу корейские вышки с Москвой. Спасибо, Анастасия. Кто еще? Сразу предупреждаю, вопросов будет сегодня много, на самом деле. И очень хочется, чтобы вот даже онлайн-формат у нас превратился в диалог, а не в монолог скучный. Все-таки это никакая не предзаписанная история. Есть та возможность пообщаться, та самая возможность пообщаться, в общем-то, ну, почти живую, да? Москва. Руководитель отдела «Экономист». Круто. Людмила, очень приятно. Константин, который занимается разработкой софта. Или софта, это правильно. Очень приятно. Новосибирск. Здорово. Рады, что вы еще не спите. И распроизъемция. Так. Я, кстати, из Архангельства. Родом. Так. Ну, еще давайте одну минутку, да, подождем, поймем, кто с нами. Хотя бы одну минуточку, и дальше мы продолжим. Ну, потихонечку народ подключается, видимо. Время переходное. Заканчивается. Работа, занятия. Всем тем, кто подключается, мы знакомимся. В чате необходимо написать, конечно, по вашему желанию, хотя бы два слова. Откуда вы? Локация, факультет, область деятельности. Чтобы мы поняли, с кем мы сегодня общаемся. Ну, все-таки почти, ну, сколько, да? Мы тут на час наметились, да, может быть, получится быстрее. Но это то время, которое мы тут решили совместно и по собственному желанию вместе провести. Поэтому точно это должно быть с пользой и удовольствием. Так. Ну, давайте потихонечку пишите в чате, пожалуйста, кто здесь. Да, будьте активны, чтобы прежде всего всем нам было это наиболее интересно, да, сегодняшняя встреча. Ну, что ж, мы тогда давайте продолжим. У меня к вам три сообщения на сегодня. Если вдруг будет экран не видно, дайте знать, я переключаю слайд. И мне требуется общение. Все будет посещено стратегическим коммуникациям. А моя основная задача сделать, наверное, три акцента и рассказать все-таки, под каким углом сейчас, с одной стороны, индустрия, с другой стороны, большая школа экономики смотрит на вот те самые стратегические коммуникации и чему же здесь можно научиться на самом деле. Итак, ну, первый у меня к вам. Сегодня уже второй вопрос. Что вы видите на экране? Ваши варианта, неправильных ответов нет. Можете прям накидывать график. Точно. Еще что? Ух ты. Будучи гуманитарием, всегда преклонялась перед людьми более точных наук. Функция Пуассона. Так, график. Еще раз график. Три за график. Еще варианты. Романтиков, которые читали Маленького принца. Здесь только одна, я. Больше никого нет. Так, кто еще что-то видит на экране? Ну, действительно, график, но интересный факт. Что он показывает? Как вы думаете... Ага, Елена тоже за график. А, нет, Елена за того самого проглоченного слона, да, как, впрочем, да и я. На самом деле это правда. График, да, гуманитарий здесь в данном случае в меньшинстве. График. Ваше предположение, что он может показать? Потому что он на самом деле отражает первый топик, первую мысль, которую я хотела донести. Я поняла, что мы вместе это разгадали. Ваше предположение. Что находится в двух процентах, которые выходят за пределы, ну, какой-то нормы, может быть, стандарт? Мы говорим про коммуникацию, погрешность. Интересно, да, может быть. Мы говорим про современный подход с основными коммуникациям, к другой стороне, к любому делу, с кем бы вы ни занимались. Кто-то скажет предпринимательство, почему нет, да, внутрикорпоративное предпринимательство, индивидуальное предпринимательство. Кто-то скажет про маркетинг. К чему угодно же применить. К развитию личного бренда, да, если кто-то занимается, то же самое. Смотрите, вот так расшифровывается эта история. То есть это кривая распределения Гаусса, да, вы действительно угадали правильно, это график, который показывает то, что слева, да, это чаще всего какое-то дивиантное поведение или то, что, ну, что называется опасно, то, что не как у всей, со знаком минус. Мы просили, не будем про это много говорить. То, что по центру, это то, как делают все. То есть это обычно, это норма, это может быть какая-то структура, процесс, стандарт. В принципе, это безопасно. быть, ну, с одной стороны, да, действительно, белой вороной, кто-то скажет, но с другой стороны, это возможность выйти за пределы, за нормы стандартной и отличиться, в хорошем смысле слова. Запомниться, быть, ну, в чем-то инновационным, в чем-то непривычным, может быть, неудобным. Ну, и я это назвала смысл либо мечта. Это та штука, которая должна быть, ну, поскольку я занимаюсь развитием бизнеса в том числе, будучи внутрикорпоративным предпринимателем, да, это история про делать не как все, ну, знаете, да, современная реклама Альфа-банка. Тебе говорили все, ты делаешь не как… ты делаешь не то, ты не делаешь не как все, ну, и продолжай делать, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы говорим про коммуникацию, то вы наверняка помните за собой, замечали, что вы запоминаете те самые коммуникации, те самые словно, либо те самые рекламные кампании, которые очень сильно выбиваются из общего кватера, очень сильно отличаются, становятся на ценностях, но с другой стороны стратегично, да, по сравнению с остальными. И вот это вы запоминаете. Вот это чаще всего это те самые 2%, которые не норма, которые не как у всех. Поэтому первая моя мысль, когда вы, ну, во-первых, благодарим то, что вы вообще сюда пришли, я считаю, что вы уже постарались сделать не как все, да. С одной стороны, да, выйти за какие-то, за пределы 9-часового либо рабочего времени, либо стандарта обучения, да, вы уже пришли посмотреть, а что же может быть по-другому с точки зрения онлайн-магистратуры, например, другой взгляд по-другому, на те же самые коммуникации. Поэтому моя первая мысль – каждый раз думайте, зачем вам это нужно, и старайтесь думать так, как не как все, да. То есть закладываем смысл, либо, ну, немножко в романтичном образе, можно сказать, мечта. Это первая история. Про задавание неудобных вопросов и стараться подходить к любому своему проекту, проекту обучения, да, в данном случае мы про это говорим, очень нестандартно. И, на мой взгляд, повторюсь, онлайн-магистратура – это нестандартный подход, но в этом поевой прелесть. Это первая моя мысль. Вторая. Итак, что я хотела вторым шагом вам сказать, точнее, спросить. О, Даниил, спасибо большое за ваш комментарий, да, я не всегда вижу сообщения. Ага, да, и Даниил привел пример с Йотой, который был очень хорошим примером нестандартной подачи коммуникации. Однозначно, я с вами, Даниил, абсолютно согласна. Да, это про это, да, это когда ты осмеливаешься быть не как все, ты можешь проиграть, но ты делаешь ставку, и если ты выигрываешь, то, что тебя точно видно, да, ну, в этом-то и кайф. Даже если ты выигрываешь, тебе тоже видно, и иногда это тоже работает. Давайте продолжим дальше, как я сказала. Второй шаг, второй момент. У меня теперь снова к вам вопрос, как и обещала. Прошу не закрывать клавиатуры и приготовиться ответить на следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чья зарплата будет больше? Мастера слесарного дела, либо переводчика французского языка современной России. Накидывайте ваши варианты. Если, кстати, что-то непонятно, либо есть у вас уточняющие вопросы, не стесняйтесь их задавать. Как я вам вначале сказал, да, неудобные вопросы – это то, что может вас привести к нестандартному подходу или к нестандартной стратегической коммуникации в том числе. Итак, первый вариант. Первый ответ Константин нам дал. Здорово. Мастер слесарного дела будет получать зарплату больше. Вариант. Алена плюс один, да, за мастера. Так, еще варианты. Для тех, кто присоединился, мы разгадываем требус. Повторю вопрос. Ага, Людмила тоже считает, что будет мастер. Повторю вопрос. Чья зарплата будет больше? Мастера слесарного дела, либо переводчика французского языка? Алена поддерживает ту мысль, что лингвистов много, а вот мастеров-то мало. Ну, мастеров-лингвисты тоже, может быть, мало, но ответ принимается. Еще плюс один за мастера слесарного дела. Анастасия говорит, смотря где они еще работают и в какой организации. Тоже верно, но мы говорим, мы говорим в целом, да, как маркетологи любят говорить фразу джен-поп, да, в целом мы берем общую, общую население, вот такой общий подход. Мы говорим про современную Россию, издаем в среднем, да, вопрос, кто же, чаша зарплата больше, мастера слесарного дела или переводчика французского языка без привязки к конкретной отрасли, организации или географии. Так, еще варианты? Напомню, это про 2%. Это про нестандартный подход ответ. Ответ будет таким, с подковыркой. Еще у нас есть вариант ответа, зависит от того, где будет происходить, почему-то у меня все не видно, мастер, преподаватель в крупной частной школе и наоборот. Ага. Так, зависит от того, в какой форме будет происходить деятельность. ИП, не ИП, преподаватель в крупной частной школе и наоборот. Ну что ж, смотрите, ответ кроется в следующем. Повторюсь, это из того, чтобы действовать или отвечать нестандартно. Ответ в следующем. Наибольшая зарплата будет у мастера слесарного дела со знанием французского языка. О чем это? О том, что по отдельности это действительно люди, которые каждый под собой в своей индустрии имеют высокую конкуренцию. Ну, впрочем, например, как и вы на данный момент, вот кто-то сегодня писал, да, то есть юриспруденция, одно направление, второе направление, то есть в целом юристов, например, да, много. Одно из моих образований – реклама и маркетинг. Тоже маркетологов в целом действительно тоже много, да, можно так сказать. А вот уникальное сочетание, когда вы берете две вещи, сочетаете их в одном человеке, ну, или в одном продукте, или в одной коммуникационной компании. Здесь не важно, здесь можно переложить на любую отрасль. Начинается уникальное сочетание, которых уже сразу мало. То есть сразу ваше конкурентное преимущество, если мы продолжаем про карьеру, растет, да, то есть таких, как вы, сильно мало, сильно меньше. А представьте, если таких уникальных сочетаний, комбинаций, у вас два или три, то вас точно нужно не догнать. Это пример про карьеру. Надо сказать, это реальный кейс. Мне в свое время мой учитель задавал этот вопрос, когда я только-только решала, куда же пойти учиться. Да, после этого у меня привело несколько образований, которые мне позволяли соединять или сочетать разные комбинации. Вот, безусловно, мы говорим про непосредственность, мы говорим про мастерство и достижение профессионального подхода, вот в том, что вы делаете, в той комбинации, да, то есть, например, вы сначала получили бакалавриат одного образования, сейчас вы смотрите варианты, как развиваться в магистратуре, чтобы добавить, усилить, да, или новую грань придать своему образованию с точки зрения, например, онлайн-магистратуры, связанной с стратегическими коммуникациями, да, это как раз та самая возможность, которая может вас раскрыть по-другому раз, с другой стороны, сделать из вас то уникальное, ну уж, извините, маркетинговым языком, торговое предположение, да, на рынке труда, которое позволит вам в себе одном делать, иметь уникальное сочетание. Ключевой момент, конечно, если вы доведете это до совершенства и будете профессионалом в этом вопросе, потому что про посредственность мы сейчас не говорим. Вот, это про уникальное сочетание, про ценность, которую вы можете с собой нести. Ну, и я вам приведу, уж извините, опять я с вопросами, как и обещала, да, несколько примеров, связанных с коммуникациями, чтобы на примере коммуникации было понятно, как эти уникальные сочетания работают. Здесь мы прям, имея три коротких вопроса, может быть, что-то из этого вы где-то уже видели, слышали, а может быть, и сами в каких-то моментах имели отношение к подобным коммуникационным историям, да. Вопрос, что на экране, это все в продолжении темы уникального сочетания, нестандартного сочетания, когда ты мыслишь не как все, как вот, как те два процента. Это конкретно уже про коммуникацию. Что вы видите на экране, тоже ваши варианты. Это продукт, товар. Переходим от карьерного развития непосредственно к работе с товаром. И несколько примеров на этот счет. Здесь прям очень быстро попробуем. Ваши варианты. Тоже, если можно, в чат. А кому удобно, можно голосом, подняв руку. Вообще не вопрос. У нас сегодня очень, я считаю, демократичная атмосфера. Накидывайте ваши варианты, что вы видите на экране. Набор садовода-огородника. Все, с одной стороны, как бы, частично да. Опять же, это вопрос с подковыркой про 2%. Как попасть в те 2% нестандартно мыслящих? Реклама вообще с пошлым контекстом. Вы очень близки. А можете раскрутить, Даниил? Этот товар, правда, продается в магазинах, где продаются изделия, лопаты, вилы, семена для сада и огорода. Вы абсолютно правы. Ну, что конкретно внутри этой упаковки? И кто? Ну, это уж будет совсем здорово, если вдруг мысль пойдет дальше, да, кто целевая аудитория, кто покупатель. Так, варианты. Елена, Юлия, если у вас есть идеи, тоже докидывайте. Ну, что ж, это действительно товар для пожилых садоводов. Это пример коммуникационной идеи, которая не требовала никакой продажи, я имею в виду как в плане рекламы, да, дополнительной, где упаковка была входом в коммуникацию и предлагала товар в тех местах, где пожилые садоводы чаще всего привыкли совершать покупки. Они покупают там семена. А здесь им предлагалось купить средства контрацепции в привычной для них упаковке, да, которая снимала любой барьер, связанный с покупкой этого товара, потому что был инсайт, что действительно пожилые люди болеют, да, различными венерическими заболеваниями чаще, чем не пожилые люди, именно лишь потому, что они не пользуются этими средствами. Вот, но они пользуются им почему? Потому что непривычно, неудобно, некомфортно их покупать в привычных местах типа аптеки, да. Здесь же все было абсолютно молча, можно спокойно взять привычный продукт, который люди покупают, обычно им покупают семена, да. Здесь им предлагалось взять еще что-то и положить в свою корзинку. Это пример про мыслить не как все. Это пример про коммуникацию, которая, кстати, как вы понимаете, не стоила ничего. Стратегично, да. Не стандартно, в 2% попадает, считаю, тоже да. Еще один пример. Что вы видите на экране? Второй обещала 3. Здесь попроще. Ну, что-то до, что-то после. Я думаю, пожилые садоводы могут уже, что называется, нас немножко раскрепостить в этом плане, но здесь прям все сильно выше пояса. Так, ваши идеи? Пожилым садоводам точно не грозит. Да. Так, распределение температуры мозга. Все правильно. Когда чаще всего в мозгу, что называется, накал страстей, вот эта левая часть, да, красная, когда повышенная температура, я исключаюсь в ситуации болезни, да, ну, кто-то называет вот это явление тоже болезнью, современной уже, очень популярной, которая сейчас очень многих настигает. Я не про вирус, а про... Какие варианты? Что может быть? Мозг кипит, говорит. Мы говорим мы, когда у нас что? Когда у нас стресс. Слева это мозг в состоянии стресса, да, красная зона, вы видите, что называется в этом плане мозг, ну да, мозг кипит. Слева это ситуация, когда стресс уходит, и зеленые, и синие зоны показывают нормализацию состояния. Это снимок, который был сделан благодаря тем самым волшебным присоскам, да, энцефалографу, который замеряет уровень стресса и мозговой активности. Для чего это нужно? В свое время была сделана история, вы будете смеяться, как бы, это речь про пасту, да, это пример одного из наших продуктов, но для меня это тоже пример своего рода инноваций, да, там, сродни садоводом. Когда это банальный продукт, ну, это зубная паста. Обычно чистит зубы и освежает. Но на самом деле, там, не всем-то известно, это штука, которая снимает уровень стресса в мозгу после использования продукта, потому что есть биотехнология, и фермент, который лежит в продукте, он был дополнительно положен, чтобы снижать гормон, уровень стресса, гормон, да, его концентрацию, кортизола в человеческом организме после использования этого продукта. Да, и чем чаще используешь, тем больше снижается гормон, концентрация гормона стресса. Это про что? Это про то же, что, опять же, не как все, да, как бы, паста, щетка, неважно, туалетная бумага, да, то есть она может быть там одномятная, другая мягкая, но а как можно сделать по-другому, да, немножко подумав, не как все, выйти за грани привычного и стандарта. Вот тоже вариант. Ну и еще один пример, может быть, кто-то видел, может быть, кто-то видел в своих школах или в университетах, ну или в магазинах. Тоже пример. Эта коммуникационная история, она тоже была в России, как и предыдущая, с пастой. Она про то, как пример, сказалось бы, обычной истории, многим издаем бутылки, крышки, пример со сдачей зубной щетки. Да, разную щетку можно было собирать, до сих пор эта компания действует, можно собирать щетки любых брендов, и щетки превращаются в тротуарную плитку. Сдача чего-то на вторичную переработку, стандартная история, казалось бы, так делают многие, деревья сажают, щетки, крышки сдают, макулатуру, да, дети во всех школах страны практически это делают. А что может быть дальше? А дальше может быть понятный артефакт, который получается из этого переработанного материала. Тротуарная плитка в ряде городов страны. Интересно? Может быть? Думай, что называется, не как все, как 2%. Туда-сюда подходит? На мой взгляд, подходит. Это еще один пример такого нестандартного подхода. Я это назвала ценностью. Ну, то есть вот все, что сейчас, пример, который я показала, ценность либо, ну, или инновация, или уникальность, да, то есть что другое, что большее вы несете своим стратегическим подходом, своими коммуникациями. Какую ценность вы несете, ну, прежде всего, себе, да, там, себе как специалисту, ну, и второе, какую ценность вы несете другим людям, прежде всего, там, ближнему кругу, да, ну, и дальше людям, для которых вы делаете, или будете делать коммуникации, новые продукты создавать, бизнес запускать, все что угодно, да, то есть какую ценность, что вы другого делаете, по-другому, что по-другому вы созидаете для других, да, и какую уникальную, уникальную историю вы несете, да, то есть как тот циантехник со знанием французского, да, то есть каким уникальным явлением вы являетесь. Уже, извините за тавтологию. Это вторая моя мысль про уникальные сочетания, уникальные комбинации, которые позволяют выйти за грани стандарта. Ну, и заключительная на данный момент от меня мысль, да, третья, все-таки коммуникации, бизнес, индустрии, какая связь? Как одно связано с другим? Причевоязыцах уже является история про практикоориентированное образование, да, безусловно, цепи или уже такие тоники, я бы называла пока еще тоники, ниточки, да, которые идут между образованием, школьным, вузовским образованием с индустриями, с бизнесом, в целом, с развитием экономики, да, оно уж прям как можно больше начинает проникать. Я думаю, здесь из каждого утюга это можно слышать, но насколько важно иметь практикоориентированное образование, так, чтобы сразу в моменте можно было применять. Да, однозначно, да, факт. Здесь, как бы, что называется, снег белый, можно многое не обсуждать, да и спорить смысла нет. А вот я бы хотела на конкретном примере, ну, с одной стороны, действительно, в онлайн-регистраторе так это и происходит, да, потому что будучи, являясь наставником, одним из наставников на курсе, что называется, вместе с ребятами, мы это проживаем каждый день, да, то есть, что называется, обстукиваем от реальности бизнеса те идеи, которые ребята в рамках своей работы приносят, потому что с самого начала начинают работать над проектом, над своим проектом, который вот им лично, я в такой ключевой момент всегда им говорю, что вам с того, чтобы вам это было лично самим важно, да, то есть начинают работать над тем проектом, который лично им, прежде всего, важен, интересен, и дальше помогает им в карьере. Это однозначно. Но здесь хотела чуть шире показать, как бы, а как действительно коммуникации, особенно если это стратегические коммуникации или коммуникации, которые уникальны и выходят за рамки стандарта, да, попадая в те 2%, вот как они могут влиять на бизнес. И здесь опять к вам вопрос, да, ваши предположения, что это такое, что вверху и что внизу этого графика, да, здесь уже никакой слон никого не ест, здесь же прям подскажу, действительно, график, ваши варианты, что вверху, что внизу. напрямую связано со стратегией, с названием сегодняшней встречи, и с коммуникацией. Ну, а тремя буквами WTP и WTS – это английские короткие формулировки, аббревиатуры трех слов. Ваши варианты? Ух ты, здорово. Даниил, круто. Вы абсолютно правы. Ну, детали там want или willingness, да, to sell и willingness to pay. Вы абсолютно правы. Сто процентов попадания. Тогда, слушайте, тогда второй вопрос. Да, я не думала, что так это будет быстро. Молодцы, круто. Сразу второй вопрос. Как вы считаете, что можно сделать с первой частью, с желанием купить с точки зрения коммуникации, чтобы это желание выросло? Ну, и второй будет, конечно, вопрос, что можно сделать с нижней частью, с желанием продать, чтобы эта штука тоже выросла. Предлагаю накидывать тоже варианты ответа, потому что здесь на слайде, в общем-то, полную картинку вам дала. Это действительно, ну, кто-то это называет устойчивой моделью бизнеса или любого проекта, или, ну, что называется, любая бизнес-модель, да. По сути, посерединке это устойчивость, ну, или маржинальность любого проекта, арендабельность. Сверху и снизу. Сверху – это желание купить. Это напрямую работу с вашим покупателем, с вашим клиентом, с вашим заказчиком, с вашим работодателем, если хотите. С одной стороны, клиент – тот же работодатель, да, либо в прямом, либо в переносном смысле. Варианты. Даниил, может быть, вы и здесь знаете ответ? Что можно сделать, чтобы увеличить или поднять желание людей купить ваш продукт с точки зрения коммуникации, например? Взрослые участвуют? Конечно. Ну, тогда давайте займемся продвижением. Вот. Главированием. Все правильно. Построение коммуникационной компании. Продвижение. Рассказать о продукте. Донести всю ценность, да. Вот все то, что у вас под капотом. Правильно. Согласна. Ну, в общем, это кто-то для чего должен коммуникации. Сюда прям четко ложиться. Рассказать о продукте. Ну, и из товарной, из торговой марки сделать бренд. Сюда же, да. Еще варианты. Так. Дать больше ценностей, да. То есть это либо сторитейлинг, да, либо это действительно работа с качеством продукта в том числе. Эмоционально усилить бренд, ну, например, подключить какую-то, да, социальную компанию, да. То есть вы делаете рациональный подход, рассказываете о своей стратегии коммуникации, взывая к рациональным бенефитам. Вы говорите своему покупателю или клиенту про рациональные выгоды и добавляете, например, социальный подтекст. А еще этот бренд, извините, например, сажать деревья, да, или еще... Упс. Так, ага, что-то у нас скучило. Так. Еще вариант. Поставить необходимость, да, это как с масками при ковиде было. Это тоже жест, безусловно. Точно. Выпустить закон. Угу, директивно. Директивно поднять, ну, вот эту ценность, да, что называется, ниже планки, это и не опустимся. Тоже верно. Угу. Тоже работает. Миллион инженеров, но это не мешает нам заниматься коммуникацией. Так. Угу. Слушайте, ну, абсолютно верно. Да, это все, что связано с ценностью... Ценностью, прежде всего, в глазах покупателя, с ценностью в глазах клиента вашего продукта. И здесь и про качество, и про построение бренда, и про коммуникацию, и про инновацию тоже, да, за любые нестандартные вещи люди готовы платить больше. Про все социальные вещи, да, за все то, к чему хочется присоединиться, ну, как-то ты готов переплатить подчас, да, такое тоже бывает. За все то, что обязательно необходимо, все, что касается, ну, каких-то директивных вещей, тоже сюда же. Абсолютно верно. Да, и это все то, где работает коммуникация прям, ну, на 110%, я считаю. Что же внизу? Да, нам абсолютно верно было сказано, что это желание здесь у нас платить, а здесь у нас желание продать. Снизу находится желание продать свой товар. Например, кто здесь может находиться? Сверху у нас покупатель, а снизу у нас поставщик, если вы занимаетесь, допустим, B2B бизнесом. Либо это ваши сотрудники, в том числе, которые вам, ну, в кавычку, в данном случае, да, продают свою услугу, свои мозги, да, свой труд, свое время. Что нужно сделать? Опять же, с точки зрения коммуникации, потому что и там, и там работает коммуникация, как ни удивительно. Стратегическая коммуникация, прежде всего. Что нужно сделать? Что можно сделать? Вот такие инструменты, чтобы снизить цену за товар. Ваши варианты? Ну, я думаю, что, наверное, как-то нужно поработать с издержками. Ну, например, к вам приходят на работу сотрудники, опять же здесь про коммуникацию, ну, про коммуникацию в разрезе HR, HR бренда, да, бренда работодателя, например, да, вам приходят на работу сотрудники, которые говорят, что мы работаем готовы только за зарплату X, с большим количеством нулей, и только с 9 до 18. Это первый вариант. А есть компании, в которые приходят люди, говорят, мы очень хотим у вас работать, и даже если, ну, наверняка вы слышали такие кейсы, когда они говорят, даже несмотря на то, что ваша зарплата чуть ниже, чем по рынку, но я знаю, что у вас есть вот это, вот это, вот это и вот это, и вообще вы классные и делаете там крутые, не знаю, мероприятия, ивенты, и вообще у вас классная атмосфера. Возможно, сидеть не на стульях, а на пуфиках, работать с ноутбуком из любой точки мира. Мотивация, мотивация. В этом плане больше людей хочет работать в компании, больше. Связано с корпоративной культурой и коммуникацией, связано. И это возможность снизить, что называется, издержки, например, в виде нематериальной мотивации. Тоже пример. Еще показать цену конкурента, увеличить объем или регулярность закупок. Есть идея. Долгосрочное сотрудничество. Долгосрочное сотрудничество – очень крутая штука, тоже сюда же. Но это коммуникация с B2B-партнерами, да, которым вы говорите, что мы не просто у вас будем по скидке покупать, например, сырье, если вы занимаетесь производством стульев, ручки или дверей. Ручки для дверей будем покупать не просто по скидке, а мы давайте соберемся, вместе сделаем какое-то объединение, да, и вместе будем остатки сдавать в переработку. А в ответ все вместе будем получать субсидии. Интересная история, да. Про коллаборацию, да. Про коммуникацию с партнерами, да. Выстраивать ее нужно? Точно нужно. Можно об этом рассказать в общее поле, да, в инфополе. Точно можно. Тоже про коммуникации, опять же. Большое влияние создает корпоративная культура организации. Данила, абсолютно верно, плюс один. Да, это как раз мой был пример про того, как корпоративная культура и коммуникация внутри с сотрудниками, и коммуникация с внешними потенциальными, например, потенциальными сотрудниками, да, которые хотят прийти на работу, она работает на руку и позволяет, ну, в данном случае, если уж бизнесовым языком говорить, не просто людей удерживать, но и снижать издержки на ту же самую зарплату. Она здесь больше ценностей дает напрямую, чем денег. Вот. Эту историю можно продолжать. Этим примером я хотела показать то, что… А, по центру, как я говорил, это ваш бизнес, да. То есть это тот пример, когда вы повышаете ценность для своих клиентов с помощью коммуникации, и вы становитесь более устойчивы, и на вас меньше влияют курсы валют, изменение цены на полке, конкурентное окружение и так далее, потому что вы работаете с ценностными предложениями, вы отличаетесь с точки зрения коммуникации, качества коммуникации, своего продукта и социальные, например, повестки от других, и вы выращиваете ценность в глазах своего конечного покупателя. Это первое. А второе – вы снижаете свои издержки в прямом и переносном смысле слова, потому что вы точно так же коммуницируете с своими партнерами, со своими сотрудниками, строите корпоративную культуру, мероприятия, и об этом рассказываете тоже вовне, почему нет, для новых сотрудников, для будущих сотрудников тоже коммуницируете. Здесь вы снижаете издержки, а посерединке остается действительно ваш устойчивый бизнес. Поэтому это все напрямую очень связано с стратегическими коммуникациями. Вот здесь, да, спасибо большое. Еще здесь комментарии Даниила. Вы абсолютно правы, да, я разделяю. Про это тоже самое и речь, то, что есть вещи, которые сильнее мотивируют и которые впрямую могут, кажется бы, не стоить ничего, но они ценностно сильно в долгу, больше и дольше остаются с вами, а с точки зрения развития бренда, бренду это работает лишь на пользу. Вот. Итого, подытоживая мою часть сегодняшнего вечера, о чем хотела сказать, да, про те самые три вещи, которые для меня очень плотно связаны со стратегическими коммуникациями, как внешними, так и внутренними. Внутренними я называю, даже если вы работаете в большой, малой или планируете работать в компании, или у вас собственное дело, или вы горите и хотите за открытие собственное дело, неважно, да, то есть это можно отнести к чему угодно, это можно просто отнести хотя бы к развитию собственного бренда, да, своей личности, вас как профессионала. Для меня это три вещи, которые пронизаны одной линией, которая называется стратегические коммуникации, подход к этому, который зиждется на трех вещах. Первая история – это про смысл, про то, что нужно, когда вы что-то делаете, стараться делать не как все, выходить за рамки стандартного и привычного и задавать неудобные вопросы и себе, и миру. Второе – это находить всегда уникальный инновационный подход, и представлять из себя синергетический эффект каких-то двух, а может быть, трех и более, если у вас получится, комбинаций. Ну и третье – всегда за всеми, как я называю, шариками, фонариками, да, видеть конкретную ценность, которую вы несете. Прежде всего себе, повторюсь, а второе – уже непосредственно индустрии, миру, бизнесу, бренду, потому что чем стратегичнее вы коммуницируете с внешними заказчиками и внутренними, тем больше и устойчивее как ваш профессионализм, да, и ваша ценность на рынке, так и брендов или компаний, которые вы в дальнейшем будете развивать, если дальше продолжится заниматься стратегическими коммуникациями. Ну и прям самое завершение, да, это про то, что, ну, не я уже здесь говорил, да, известный факт, если как-то решили играть не… решили выиграть не конкурс двора, а чемпионат мира, то точно нужно… то самое время, когда нужно это делать. Никогда лучшее время не будет, поэтому если хотите что-то из этого, из того, что мы сегодня проговорили, узнать, услышать, то нужно вот, что надо сейчас, брать и делать. Вот, и на этом брать и делать. Передаю Елене слово, и, я думаю, Елена нам очень круто расскажет, что же в данном случае можно взять и сделать. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия. Очень у нас хорошо, по-моему, и продуктивно получилось, коллеги. Я надеюсь, вам с нами интересно было и будет интересно дальше, потому что теперь мы перейдем к тому, что Анастасия назвала УТП. Вот. В чем же ценность, да, нашего УТП и что предлагает наша онлайн-магистратура? Сейчас я вам расскажу. Значит, на самом деле, магистрская онлайн-программа управления и стратегическими коммуникациями – это стопроцентно онлайн-продукт. Это значит, что вы будете учиться в онлайне из любой локации и, соответственно, по своему графику. Ну, поехали. Представлюсь еще раз. Меня зовут Елена Бунь, я академический руководитель нашей программы. Собственно, скажу вам, кого мы готовим. Сейчас мы набираем уже третий набор. Надо вам сказать, что отзывы о программе у нас самые благоприятные, несмотря на то, что мы не так давно начали. Но, в общем-то, в этом году у нас уже первый выпуск, и я вам могу сказать, из первого набора, из 50 человек, до конца добежали почти все, за исключением пары человек, кто вынужден был отчислиться по своим обстоятельствам. Все остальные остались с нами. Второй набор у нас 98 человек, и, в общем-то, все тоже присутствуют, учатся и пока довольны. Кого мы готовим? Мы готовим специалистов достаточно широкого профиля в рамках коммуникаций, которые метят на роли руководителей, топ-менеджеров, именно, скажем так, умеющих на практике создавать стратегии, реализовать комплексные коммуникационные компании. Значит, почему именно такой профиль? Наша программа достаточно обширна и фундаментальна с точки зрения знаний о коммуникациях. Мы... В школе коммуникаций четыре магистратуры, и, скажем так, когда мы создавали вот эту магистратуру, мы, в общем-то, выбрали все лучшие дисциплины из того, что у нас есть, чтобы их перевести в онлайн-формат без потери качества. И пришли для себя к выводу, что мы будем говорить именно о фундаментальном подходе к стратегиям и коммуникации. При этом у нас будет пара-тройка прикладных дисциплин, где вы освоите и направление Data Cultures, и анализ данных, и больших данных, и качественных, и количественных, и так далее. Значит, у нас 100% онлайн, 80 платных мест, 2 года обучения. Сразу скажу, бюджетных мест на нашей программе нет, ну, как на любой программе онлайн в Высшей школе экономики. Значит, учитесь вы в любое удобное для вас время, из любой удобной локации, у топ-преподавателей, про них расскажу дальше. Мы создали свой интерфейс под нашу программу. Это не совсем ЛМС Высшей школы экономики. Он, знаете ли, несколько удобней для того, чтобы работать в онлайн. И, естественно, при постоянной поддержке наставников, с одним из которых вы только что уже познакомились. То, о чем говорила Анастасия, значит, как у нас организована практическая деятельность на программе. Дело в том, что так как вы учитесь онлайн по предзаписанным материалам, а это практически видеопособие, где каждая лекция сопровождается тестом, где вы закрепляете знания, мы должны были каким-то образом организовать вашу практическую деятельность. И для того, чтобы всем было удобно, мы делаем индивидуальный проект. Практически действительно с первых дней, ну то есть вот с окончанием буквально первых недель первого модуля, вышки модульной системы, если кто-то не из нашего вуза, вы начинаете работать над собственным проектом. Вы выбираете объект, который в дальнейшем станет ядром вашей коммуникационной компании. Дальше вы работаете с наставником персонально. Наш весь поток делится на группы. Каждой группе присвоивается свой наставник. Все они у нас практики, эксперты рынка. С ними можно будет познакомиться, посмотреть. На каждого из них у нас на лендинге все они описаны. Еще будут новые наставники. Там среди наставников даже руководитель школы Сергей Александрович Зверев, главный наш специалист по антикризисным коммуникациям Ольга Пескова и так далее и тому подобное. То есть наставники у нас реально люди практики из индустрии. Значит, в чем кайф такой работы наставников? Наверное, ни одна программа, вот сколько я знаю, ну, наверное, кроме MBA, не предоставляет такой возможности. У вас будет персонально один час в неделю личного вашего времени с наставником. То есть все задания, которые вы будете получать по разработке своей коммуникационной стратегии, вы будете обсуждать с наставником. Вся проектная деятельность идет в параллели с изучаемой вами дисциплиной. То есть вы что-то изучили, дальше получили техническое задание и ровно по нему на основе того, что вы изучили, вы начинаете делать свою стратегию. И в этом вам помогают наставники. Значит, во что это выльется по протяжении полутора лет. То есть первый год вы занимаетесь в основном аналитической работой. То есть вы рассматриваете свой объект со всех сторон. Вы занимаетесь его антикризом, вы занимаетесь анализом больших данных, анализом текущих компаний этого объекта. Вы рассматриваете его со всех сторон, смотрите, где есть недостатки и чем бы вы могли привнести. Или наоборот. Вот, может быть, проблемы нет, но вы считаете, что вы бы сделали что-то большее и лучшее. Вот, соответственно, весь первый год вы занимаетесь анализом своего объекта. А вот на втором году вы уже занимаетесь как раз разработкой стратегических предложений по этому объекту. И к концу, скажем так, того этапа, когда вы выходите на ВКР, у вас уже практически половина работы сделана. Дальше вы, собственно, вот эту свою стратегию будете уже, скажем так, схлопывать до уровня проекта, уже такого качественно комплексного, сжатого, насыщенного, и переводить это в выпускную квалификационную работу. Сдаете вы тоже стратегию, только она делится на две части, на писательную часть и презентационную. И потом все это защищаете перед комиссией. Вот в этом году у нас первый выпуск. Мы уже, скажем так, посмотрели предварительные работы. Знаете, ну я бы сказала, что у нас есть очень крутые ребята. Вот. Есть работы хорошие, прям вот загляденье. Есть средние, но могу вам сказать, что по прошествии двух лет плохих работ нет. Ну то есть вот работа с наставниками изучения, качественного изучения дисциплин, которые мы предлагаем, в общем-то ведут к тому, что вы действительно научитесь делать большие стратегии. То есть вы пройдете весь этап работ, которые делает агентство. Ну то есть фактически вы в одного, в одно лицо, можно так сказать, пройдете все этапы построения большой стратегии. От его анализа до разработки больших стратегических предложений. И включая там, ну условно, бюджет этой компании. Вот. Так что работы у нас много, работа интересная, особенно практическая. Вот для... Я не буду углубляться в дисциплины, которые есть на нашей программе. Вы их все можете посмотреть на лендинге. Там достаточно широкий перечень, как бы. Одну из основных дисциплин читает Сергей Александрович Зверев, она у нас основная. Это как раз управление стратегическими коммуникациями. Вот. И, соответственно, на протяжении года вы будете вот на эту основу накладывать все свои знания, которые у вас есть, но если посмотреть на нашу программу дисциплин, посмотреть ее на лендинге, она действительно всеобъемлющая. То есть даже если вы пришли не из коммуникации, не из рекламы и пиара, вы получите все необходимые знания для того, чтобы стать специалистом в области коммуникации. Даже вот если вы пришли с нуля. Ну и, собственно, на экране видно уровень наших студентов. У нас есть как бакалавры, те, кто только что закончил университет и продолжает свое образование, так и люди уже работающие где-то. Причем, вы знаете, даже большинство наших бакалавров уже где-то работает, собственно, поэтому они выбрали онлайн-магистратуру, потому что им так удобнее. То есть сейчас, ну, крайне мало людей может себе позволить не работать и учиться. И не потому, что денег на жизнь не хватает. Нет, ни в коем случае. Потому что они считают, что уже надо двигаться. Уже надо двигаться, уже нужно применять какие-то свои знания на практике. Поэтому в основном весь наш контингент работает и весь наш контингент учится. И учиться, надо вам сказать, с большим удовольствием. Я не могу сказать вам, что на нашей программе легко учиться. Нет. Это не курсы. Там мы отличаемся сильно и от Яндекс.Практикума, и от Скиллбокса, и от многих других программ, потому что мы все-таки высшее образование. Мы не зря называемся очной онлайн-магистратурой. Очной мы не потому, что вот мы так захотели себя назвать, а потому что мы полностью соответствуем стандарту по выдаче знаний, которые необходимы, как и у любой оффлайн-магистратуры. Поэтому материала у нас много, работать придется. Материал у нас разбит на краткие лекции. Каждая лекция сопровождается практическим семинаром. Семинары тоже у нас предзаписаны. Просто если в лекции вы получаете теористический материал, то на семинарах вы разбираете кейсы. И каждый такой отрезок сопровождается проверочным тестом. Оценка у нас накопительная, поэтому как бы тесты сдавать придется, контрольные сдавать придется. Единственное, по каким моментам у нас есть дедлайны, это по сдаче тестов и по сдаче контрольных и проектов. Но дедлайны у нас еженедельные. Соответственно, вот все, кто более-менее привыкает к нашему графику, потом идут достаточно спокойно и уже работают в понятном себе режиме. Но просто если вы ищете чего-то легкого, что можно проскакать вот так вот быстренько и запросто в параллели чего-то, нет, так не получится. И это имейте для себя сразу. Несмотря на то, что мы онлайн, у нас учиться придется. Мы достаточно требовательны с точки зрения проверки знаний. При этом я вам могу сказать, что поддержка на нашей программе, она тоже уникальная. Мы со своими студентами находимся на связи практически 24 часа в сутки. И без выходных дней. У нас есть отдельный мессенджер, в котором мы подаем всю свою программу. Мы общаемся со своими студентами там. Мы видим каждый вопрос и достаточно быстро на него отвечаем. Если у кого-то что-то отвалилось, кто-то не успел, у кого-то пропала связь во время сдачи теста и прочее. Мы эти все вопросы решаем очень быстро и оперативно. Никто не будет брошен. Плюс, еще раз повторюсь, наставники, которые всегда в доступе к нашим студентам, у которых есть возможность подстраиваться под тот график, который всем удобен. То есть у нас не стоит жесткого графика. Вот наставник будет там в пятницу в 7 часов вечера. Нет. Вы со своим наставником сами вырабатываете график, который всем оптимально подходит. Они люди занятые, вы люди занятые. Соответственно, давайте будем подстраиваться. А так, повторюсь, в целом наша магистратура, как я уже все время говорю, рассчитана на то, что мы вас редко видим, вы нас редко видите, но мы рядом. Поэтому как бы вот что вам еще сказать по этому поводу. Ну, скидка для студентов в НИУ в ВШЕ. У нас вот такой вот бонус. Но могу сказать, что для всех остальных, кто не учится во ВШЕ, у нас тоже есть скидки. На нашем лендинге есть раздел абитуриентам, там описана программа скидок. Могу вам сказать, что у нас есть скидки за ранние поступления, а программа уже принимает абитуриентов. Ну, вот мы начали с 1 апреля, сегодня 11-е. Ну, то есть прошло 6 дней приема, у нас уже 6 заявок, 6 комплектов поданных документов. То есть мы идем хорошо. Соответственно, у нас есть скидки для студентов в ВШЕ, у нас есть скидки за ранние поступления, у нас есть скидки для определенного набора специальностей. Нужно ли будет приезжать в Москву? Нет, не нужно. В том-то весе кайф, коллеги, что вы учитесь ровно с того места, где вы живете. У нас, вы знаете, у нас обширнейшая география студентов, включающая там Стамбул, Шанхай, Буанасайрс, Сан-Франциско, Ямал, Новосибирск есть, есть Казань, то есть есть Узбекистан. Узбекистан, не надо к нам приезжать, все документы можно подать в онлайне, загрузить все документы можно в онлайне, всю программу вы будете изучать в онлайне, все лекции у вас будут в онлайне, доступ с наставников у вас в онлайне. Единственное, когда к нам стоит приехать, это когда у вас будет выпускной. Выпускной мы проводим в оффлайне, и на нем приятно, весело и замечательно. А все остальное у вас нет такой необходимости. Все студенческие, все документы, которые нужны, они заключаются в электронном виде, а студенческие, кому нужны, мы высылаем почтой, и как бы тут коммуникация отработанная, поэтому нет никакой необходимости приезжать и жить в Москве, если только вам этого не хочется. Поэтому еще раз говорю, ознакомьтесь с перечнем скидок, вот одна из важных скидок, которая длится там условно до середины июня, это 10% за раннюю подачу документов и раннюю оплату. Дальше обратите внимание, что у нас есть скидка за прохождение теста Сергея Александровича Зверьева. Это такая вот хитрая штука, она тоже дает 10% скидки на поступление на программу. У нас есть скидка для студентов коммунитарных специальностей, вот, ну и плюс там есть еще Олимпиады, там есть еще НИС, если кто-то вот в вышке занимается этим делом. То есть посмотрите, пожалуйста, там достаточно большой перечень скидок, который будет вам полезен. Ну и там для пущей радости могу сказать, что у нас скидки суммируются. Вот, максимальный объем скидки – это 25%, но, в общем-то, набрать их можно, если посмотреть внимательно. Например, скидка есть за подачу, за оплату юридическим лицом. ИП, например, тоже является юридическим лицом, а там 20%. Соответственно, если вы проходите тест Зверева и, допустим, платите АТП, то у вас получатся те самые 25%, которые необходимы для максимальной скидки на программу. Вот, стоимость программы у нас 340 тысяч в год. Вот, цена у нас не менялась. Так что вот в этом году у вас еще есть шанс как бы застать вполне себе лояльные цены. Ну и, собственно, обратите внимание на кредиты с господдержкой. На сегодняшний день это, прям, я бы сказала, оптимальная система оплаты обучения. Вот, и думаю, что многие могли бы этим воспользоваться. Вот, наверное, я сказала все, что я хотела. Вот, обратите внимание на чат абитуриентов школы коммуникации. Мы там постоянно с вами навсязи. Все вопросы можно задавать туда, если вдруг чего-то не поняли. Ну и, соответственно, можно писать мне, можно писать менеджеру программы. Все мы представлены на лендинге. И, соответственно, будем с вами общаться, будем с вами на связи. А теперь какие вопросы, коллеги? Есть вопросы? Если хотите, можно голосом. Но только лап поднимите, чтобы мы вас как-то включили. Тогда, если нет вопросов, я не буду никого задерживать. Прощаюсь с вами. Надеюсь, что мы были вам хотя бы интересны. Ну и приходите к нам в онлайн-магистратуру. Ага, сейчас посмотрю чат. А, да. И вам спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Доброго вечера. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.